В России примерно 2 миллиона больных гастритом. И это только зарегистрированные случаи. Реально и гораздо больше. Дело в том, что мы иногда не обращаем внимания или не придаём значения, казалось бы, столь безобидным симптомам. Однако присмотримся к себе повнимательнее. Если вас беспокоит плохой аппетит, неприятный, а иногда и горький вкус во рту, голодные боли в желудке, отрыжка, тошнота после еды, тупая боль в области желудка, а со временем всё более частая, это может быть хронический гастрит. Что будем делать? Попробуем лечиться диетой. Во-первых, нужно соблюдать рекомендованный врачом рацион. Во-вторых, питаться дробно и понемногу, 5-6 раз в день, малыми порциями. И тогда есть шанс, что гастрит мы победим. Но сначала определим, какой именно гастрит. С пониженной или повышенной кислотностью. От этого зависит и выбор диеты. Определить кислотность желудочного сока можно у врача. Посредством зондирования желудка или с помощью АЦД-теста. Кислотность желудочного сока можно определить и самим, на глазок. Я советую, выпейте стакан кислого яблочного сока. Обязательно натощак и непременно свежевыжатого. Если после этого появилась изжога, тяжесть в желудке, боль или даже тошнота, кислотность повышенная. Но прежде всего, если вы обнаружили признаки гастрита, нужно идти к врачу. Очень велика вероятность того, что гастрит плавно перетечет в язву. Те, кто лечится самостоятельно, очень любят принимать поднижающие кислотность препараты. Я не советую им злоупотреблять. Дело в том, что питьевая сода и другие антоциды резко ощелачивают желудочный сок. А ведь для нормального пищеварения нужна все-таки кислая среда. К тому же это нарушает баланс важных микроэлементов, что вредит работе нервной системы и сердца. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте. И следите за здоровьем.